Итак, здравствуйте, зрители, дорогие. Сейчас мы рассмотрим вопрос, что ждет Украину после выборов. То есть та надежда осуществиться людей, ради чего вот они все делают. Будет ли тот результат, который хочется, да, и что же ждет людей. Итак, что же ждет Украину после выборов? Прошлое Украины, настоящее, влияние и результат. Итак, прошлое Украины, то, что еще влияет на нее, тупик. Ну, особого не было выбора, не было особого движения, была тупиковая ситуация. То есть то, что происходит сейчас, и к этому всему подвела тупиковая ситуация. Безвыходность, невозможность двигаться дальше, нет шансов двигаться дальше. Нестабильность, потеря опущения рук, то есть невозможность двигаться, разрушение. То есть все это привело к тому, что вот дальше идти уже некуда. То есть, да, это то, что было, то, что привело к данной ситуации. Тупик и безвыходное положение, невозможность двигаться дальше. Настоящее, то, что происходит сейчас, ближайшее, настоящее, то, что есть, и оно еще, оно влияет, да. Это прорыв. Ну, что ж, будет президентом, будет молодой человек, мужчина, да, именно назначен. То есть он как бы назначен, он рискнул, рискованный человек. Человек, которому предстоит большие трудности, проблемы, которому придется биться и сражаться, и много биться и сражаться, как внутри, так и за границей, да. За территорией его, его обетования, правильно? То есть человеку, который рискнул, даже дерзко прошел, но ему предстоит очень много сражений, очень много боев, очень много разбирательств, много нападений будет на него, как словесных, так и такие угрозы будут поступать. То есть нужно проявить ему храбрость, нужно проявить ему решимость. Ситуация, которая вот влияет на которую, которая вот за кулисами, да, происходит, и мы не знаем, что это, но оно очень сильно влияет на то, что будет с Украиной. И так что влияет карта Иерофан, договора, влияют подписания договоров, влияют разрывы договоров, то есть бумажные дела. Очень много придется делать именно с этим. Также есть верховные люди, да, которые будут влиять и будут пытаться вдавить на данную ситуацию, на данную страну. Тем не менее, придется договариваться, придется с кем-то разрывать отношения, с кем-то действительно подписывать договора. То есть очень много бумаг, очень много действий, очень много бумажной волокиты. То есть придется очень много действовать. Причем действовать придется быстро. Так, эта карта дает нам обширное понимание того, что же будет с Украиной, да, после выборов. Ой, прекрасно, король Жезлов. Что ж, с этого парня, с этого молодого человека, продвижение его действий, что-то будет выходить у него вначале, что-то будет не получаться, какие-то ошибки даже человек будет предпринимать в плане. Но что же касается дальнейшего, в дальнейшем будет король. Король уже не паш, уже король, да, которого примут люди, в котором не ошибутся люди, или которого будут любить и поддерживать. Что ж, и дай бог еще посмотрим эти две карты, мы уже точно будем знать, именно что же ждет Украину, да. Итак, переворачиваем. Ой, солнышко, прекрасная карта, кстати. Давайте быстрота. Ну что ж, большой поворот на события, большой, большой поворот. То есть события будут меняться очень быстро. Как, допустим, сейчас будет где-то ухудшение, где-то ухудшение, так как человек некомпетентен, пока еще не полностью все знает, путается, и будут какие-то даже ошибки с его стороны. Поэтому в самой стране будет, не разбирая еще ни сумбур, хаос, да, то есть еще непонятно, что, но как. Тут вроде бы лучше будут ему ставить палки в колеса, то есть Украину будет заносить то в одну, то в другую сторону. Но по итогу карта Солнца говорит о том, что распада Украины не будет, и Солнце над Украиной все-таки засветит. Действительно, страна вас прянет. Но сразу же говорю по временному итогу, который мы можем подсчитать в данном раскладе, это будет не в 19-м году. То есть 19-й год, он больше такой вот поворот за поворотом, поворот за поворотом. То есть где-то хорошо, где-то плохо, где-то будет непонятно, где-то не пойдут на уступки, им будут ставить данной стране палки в колеса, не будет получаться, будут пробы и ошибки. То есть 19-й год, он не стабильный, он не постоянный, но он уже не тупиковый. Выбор, который был сделан, он уже не тупиковый. С тупика в 19-м году страна Украина, она выйдет и начнет как-то на дисбалансе двигаться, но двигаться, и двигаться правильно, судя по картам, так как они говорят, что все-таки она вывернет на правильную дорогу, и солнышко, которое выпадает, говорит о том, что население начнет со временем возвращаться, рождение нового, новых партий, новых президентов, нового даже какого-то пульта управления, это поменяется. Не все сразу будет решаться, но в протяжении двух-трех лет все действительно настолько наладится, что в отличие, вот даже сами сравните, Паш и Тупик, да, вот противоположность, и Иерафант, и Король Жезлов, то есть сила и церковная сила, и церковь будет возобновлена, скорее всего, прошлое, и вот большой перевес. Колесница, это опять же нам нам поуказывает на то, что страна внеслась к обрыву, внеслась к потере всего, большего, чем она потеряла, то есть к большей потерям, да, и она в один прекрасный момент воспряла, она в один прекрасный момент осознала свой тупик, потому что тупик выпадает только тогда, когда человек, ситуация, страна, она поняла, что уже двигаться некуда, и нужно что-то срочно делать, она развернула все на 180 градусов и сделала правильный выбор, сделала правильное решение, и она действительно начнет выворачивать и все с каждым годом, все лучше, лучше и лучше. Не будет сразу больших, серьезных, классных перемен, да, как бы нам не хотелось, все будет постепенно, вначале будет еще, раз говорю, будут еще и неразбирательства, будут еще потасовки, будут еще непонятности, все это придется урегулировать. Человеку, который будет управлять этим всем, ему будет тяжело, тем более, тем более, это человек новый, но у него не все будут права, то есть не все стопроцентовые права на власть, так как выпадает и король, и иерафан, то есть, скорее всего, будет двойное правительство, как президентское, так и парламентское, парламентское будет действительно высоким, и в принципе эта машина, парламент и президент, когда уже сольются и перестанут противостоять, а действительно вот соберутся, действительно вот возьмутся ради страны, да, заодно, как бы скажем дело, их колесница начнет не тянуть в разные стороны, а ехать по четко определенной цели, и вывернут они действительно вот на карту солнца, то есть вы сможете выехать, то есть страна начнет развиваться. Давайте еще одну карту достанем, да, в конечном, полном итоге, то есть это не за один год, а за, допустим, трех лет, да, ну что ж, уже спокойствие, по крайней мере, карта работы, карта спокойствия, налаженности, трудоспособности, возможностей, то есть будут в Украине много возможностей, будет возможность и работать, и учиться, получать деньги, и действительно хорошо жить. Не готовьтесь, что это будет за один год, в девятнадцатом году очень много событий, очень много перемен, очень много неразрешенностей, еще раз говорю, проб и ошибок, но со временем, год-два, то есть оно все равно будет улучшаться, уже тупика не будет, уже будет выворачиваться ситуация действительно в лучшую сторону. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова